Дмитрий Медведев выступил на международной конференции по безопасности. Она проходит в Германии. В своей речи глава правительства затронул борьбу с терроризмом, конфликт на востоке Украины и пути сближения России и Запада. В Мюнхене сейчас находится обозреватель НТВ Владимир Кондратьев. Он с нами на прямой связи. Владимир Петрович, какие заявления сделал Дмитрий Медведев? Мы находимся в здании отеля Барри Шерхов. Это главный вход в тот зал, где проходят выступления лидеров государства. Здесь около 30. И вот только недавно прошла трансляция речи руководителя российской делегации премьера Дмитрия Медведева. Он произнес речь где-то в течение 20 минут и начал с того, напомнил, что в 2007 году именно здесь выступал с речью Владимир Путин, президент России. И речь произнесла очень большое впечатление против однополярного мира. И Медведев поставил такой вопрос, не сгустили ли мы тогда краски. Может быть, действительно было слишком резко сказано, но действительно ситуация сейчас весьма серьезная. Медведев напомнил о кризисах и потрясениях, которые сейчас испытывает мир. Говорил о том, что отношения с Европейским Союзом России испорчены. И говоря о санкции, наш премьер сказал следующее. Действительно, стоят ли наши противоречия всего этого? Насколько они глубоки? Вот это всем вам, всем сидящим в зале, так нужно, чтобы они были. Это дорога в никуда. Всем будет хуже, не сомневайтесь. Медведев говорил о нормандском формате, то есть о переговорах по Украине. Сказал, что нет лучшего инструмента, чем минские договоренности, которые надо обязательно выполнять. Но Россия не может выполнять это за киевские власти. Медведев сказал, что до сих пор не установлен режим полной тишины, не произведена амнистия, не принято законодательство о выборах и тому подобное. И премьер указал на то, что все-таки Киев должен выполнять свои обязательства. Конкретно Медведев сказал следующее. Хочу прямо сказать, мы проявляли и будем проявлять разумную гибкость в исполнении минских соглашений. Там, где это не противоречит их сути. Но мы не можем сделать того, на что у нас нет полномочий. А именно, исполнять за киевские власти их политические и юридические обязательства. Сегодня утром прошло заседание Нормандской четверки. Именно здесь, в рамках конференции по безопасности, министры иностранных дел четырех стран встречались. И о чем они договорились, не ясно. Но Франк Вальтер Штаймар, министр иностранных дел Германии, сделал достаточно такое резкое заявление. Он сказал, что по договоренности особого прогресса нет, они трудно разрешимы. И сказал, сколько мы еще будем, что мы вечно должны еще терпеть, когда выполняются минские соглашения. А министр иностранных дел Украины Клинкин, тот сказал, что сегодняшняя встреча носила только координационный характер. И что в начале марта стоит уже основная встреча, где будут должны высказаны конкретные предложения, как все-таки добиться мира и решения политических вопросов на Украине. И возвращаясь к Медведеву, я должен сказать, что Медведев накануне приезда в Германию дал большое интервью в солидной газете «Хандельсблат», в беловой газете, и там все обратили внимание на его фразу. Он сказал, что если будет наземная операция в Сирии, то она может привести к очередной войне на Земле. Но Земля была написана с большой буквы, и все восприняли это как Третью мировую войну. И сегодня Медведев, когда он выступал в своей речи, употребил, ну, может, ни слова «мировая война», но никаких сомнений нет, что он это имел в виду. Вот что сказал пример. Да, сегодня в этой системе есть определенные проблемы и сбои. Но неужели нам нужна еще одна, Третья мировая встряска, чтобы понять, насколько сейчас необходимо сотрудничество, а не конфронтация? Ну, на встрече, на конференции есть очень любопытное заявление. В частности, генеральный секретарь НАТО Столтенберг сегодня заявил, что Европейское ПРО все-таки будет создаваться, несмотря на достижение соглашения по ядерному оружию с Ираном. Он сказал, что Иран разрабатывает программу создания баллистических ракет, и поэтому Европейское ПРО нужно. Другие заявления тоже звучат. И Медведев сегодня, до того, как он пришел произносить свою речь, встречался с бизнесменами Германии, и там прозвучала интересная информация. Оказывается, петербургский диалог, то есть большое событие в рамках общественной политической жизни двух стран, которое после введения санкций было отменено, снова возобновляется и в июле. Возможно, как сегодня было сказано, Зубковом, который возглавляет российскую часть, возможно, в июле в Петербурге на эту встречу петербургского диалога приедут оба лидера, то есть Путин и Меркель. Ксения. Спасибо. Это был Владимир Кондратьев. Он следил за выступлением Дмитрия Медведева на международной конференции по безопасности в Мюнхене. Продолжение следует.